И к новостям спорта. Любительский клуб «Казбек» обыграл чемпиона и стал обладателем Суперкубка Национальной футбольной лиги. Первый розыгрыш этого трофея состоялся накануне на стадионе Дагао. Атмосферу матча прочувствовал наш корреспондент Курбан Рагимов. Он с кромки поля следил за развитием событий. Грозный «Казбек» и сильный «Монолит» – так в МФЛ анонсировали игру двух лучших команд по итогам сезона. Встреча победителя регулярного чемпионата и обладателя кубка обещала быть жаркой. Этот матч, забегая вперед, вполне оправдал ожидания. С первых минут игра шла на встречных курсах и в равной борьбе команды раз за разом обменивались острыми атаками. Каджи Магомедов, передача налево, опасный момент! Шикарный удар Игасенов, какая же реакция! У соперников ровно 50 минут, чтобы выявить сегодня сильнейшего. На трибунах их активно поддерживают болельщики, которые буквально гонят свою любимую команду вперед. Казбек! Казбек! Группа поддержки из Казбековского района приезжает в Махачкалу каждую неделю. Для болельщиков матчи Лиги НФЛ это не только возможность поддержать свою команду, но и повод встретить своих друзей и сельчан. Каждый болельщик, каждый человек приехал из Казбековского района, два часа пути. Где команда, где Казбек, там и наша команда болельщиков. Поэтому каждый день, на каждую игру будем приезжать и поболеть за нашу команду. Игра за суперкубок МФЛ символизирует начало нового сезона. В этом году увеличилось количество команд-участниц. Есть позитивные изменения в организации турнира. В частности, улучшилось качество видеосъемки матчей. Игры транслируются в прямом эфире. Молодой и амбициозный коллектив Лиги буквально живет своим любимым делом, стараясь каждым разом нести что-то новое. Субботный день, начинается он у нас в 7-8 утра, завершается вечером, поздно. Усталость такая была даже приятная. Люди, окружение, помимо того, что есть 18 команд, в каждой команде порядка 20 человек в заявке. Этими людьми не ограничивается этот турнир. Есть люди, которые даже сегодня пришли около футбола, которые болеют, переживают. Это турнир, который все равно дает определенный досуг. Я не хочу говорить о каких-то больших вещах. Просто минимум для нашей республики, для нашего города Махачкала. Это хороший турнир. Это турнир, который есть возможность себя проявить, себя чем-то занять и хорошо провести время. Эффект 12-го игрока в этом матче, возможно, и принес Казбеку свои плоды в игре с более маститым соперником. Развязка наступила во втором тайме. Счет пушечным ударом после отскока из штрафной площади открыл защитник синих Гасан Камилов. После этого гола казбековцы сумели развить преимущество. За пять минут до окончания встречи Шамиль Саидов положил снаряд в девятку после розыгрыша штрафного. А затем голом после рикошета от защитника Монолита отметился Гарун Агалханов. Лишь в добавленное арбитром время чемпионы лиги сумели размочить счет. 3-1 победа Казбека, который выигрывает свой второй трофей в МФЛ. Для нас игра сложилась очень хорошо. Пожалуй, самая дисциплинированная и качественная игра в нашем исполнении за все существование МФЛ на сегодня можно было наблюдать. Нам больше повезло, я могу сказать. Сопернику ничего не получалось. И мы использовали свои моменты. И, может, больше хотели выиграть за счет болельщиков. И стимул был такой. Новый сезон лиги МФЛ стартует уже в ближайшие выходные. Турнир с этого года носит официальный статус и входит в календарный план Минспорта. А это значит, что победитель, помимо денежного приза, получит возможность отправиться на чемпионат России в формате 8 на 8. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.